Я расскажу вам о задачах, которые имеют по-настоящему тысячелетнюю историю. О них интересовали очень много специалистов средних веков и в наше время, но в настоящее время они стали актуальными благодаря достижениям квантовой химии и квантовой физики. И мы будем с вами обсуждать классические, самые современные результаты математики, которые оказались в центре внимания физикам и химикам в связи с проблемами нанотехнологии. В 1996 году за открытие фуллеренов была присуждена Нобелевская премия по химии Кёрлу, Крота и Смолли. И вот, как полагается, Нобелевские лауреаты должны были произнести публичную лекцию, которая объяснит, в чем основан их вклад в науку. И вот прозвучало, так что же нам, может быть, стоило поделиться с Архимедом. А вот почему, мы его знаем. Почему они, получив свои замечательные результаты в фуллеренах, предложили поделиться с Архимедом. В 2010 году Нобелевская премия по физике за графены была присуждена Андреем Геймом и Константином Новосёговым. Это представители нашей научной школы физики. В данный момент они работают в Манчестере. Манчестер теперь официально является столицей графенов. Если вы приедете в Манчестер, вы увидите прекраснейшее здание института, в котором изучают графены, и будет написано «Наш город – столица графены». А вот если будет время, и у вас настроение, мы обсудим пентаграфию. Это такое понятие, которое возникло недавно. И первые две группы, которые получили Нобелевские премии, они предъявили миру. Одни предъявили фуллерены, другие графены. Так вот, те физики, химики, которым удастся предъявить пентаграфен, бесспорно получат тоже Нобелевскую премию. А вот почему, это я вам расскажу. Математика особенно современная. Для того, чтобы понять постановку, требуется учить студента 3-4 года. Здесь же постановку задач можно объяснить школьнику. Сейчас, вы видите, я буду говорить о нерешенных проблемах, решении которых будет удостоено самых высоких математических наград. Но в то же время, задачи не только понятны, но и доступны решению. Вот, например, совсем недавно мой ученик получил очень престижную награду. Первый премиум Шувалова Московского университета за результаты, где ключевым словом было фуллерены. Так что, если вы этой наукой увлечетесь, имейте в виду, это хорошее будущее. Больше уделяют внимание комбинаторики и геометрии. Ну, конечно, это связано и с топологией молекулярных структур, модификацией углерода в терминах задач о выпуклых многограниках. Потому что дальше будет подробно, но что вы себе сразу представили. Фуллерен — это молекула атомы. Это атомы углерода. А вот удивительным образом они образуют структуру. Структуру, казалось бы, выпуклого многограника. А потом оказалось, что и выпуклость не так уж важна. Важна именно структура. Как из этих молекул образуются связи и какая структура. И вот то, что я как раз говорил про лауреата первой премии Шувалова. Это вот Николай Юрьевич Гереховец. А до этого первой премии Шувалова получил еще один мой ученик, Тарас Евгеньевич Панов, который сейчас известный профессор Московского университета. И тоже его результаты связаны с этой удивительной тематикой. Задачи, которые пришли из древних веков, были решены благодаря самым современным достижениям математики. И в то же время они получили отклик. И вот, например, Американское математическое общество издало монографию «Торической топологии. 500 страниц». Автор Бушлабер Панов, потому что эта тематика, повторяясь, сейчас уже идет по всему свету.